Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Владимир Иванович Демьянов, заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Одинцовской областной больницы. Здравствуйте! Добрый день! Иван Андреевич Каприн, заместитель главного врача по онкологии Одинцовской областной больницы. Добрый день! Здравствуйте! И Малкан Абдурашидовна Амхадова, профессор, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой хирургической стоматологии и имплантологии в МАНИКИ. Добрый день! Добрый день! И тема нашей сегодняшней программы «Онконостороженность челюстно-лицевой хирургии и заболевания полости рта». Давайте начнем, Владимир Иванович. Почему эта тема сегодня настолько актуальна? Ну, я скажу так, значит, что в последнее время в нашем отделении все больше больных приходит с заболеваниями, которые вызывают нас озабоченность в плане онкологии. Цифры, я думаю, лучше расскажет Иван Андреевич, который сейчас есть в области, потому что это проблема не только нашего отделения, это проблема области и России. Как себя вести и что делать простому человеку, который приходит, куда он должен прийти на прием и какая маршрутизация должна быть. Я думаю, лучше Иван Андреевич расскажет нам некоторые цифры, мы послушаем, чтобы люди насторожились и думали о том, что это такое и как с этим бороться. Центр онкологической помощи Одинцовской областной больницы признан одним из лучших в стране. Мы вас с этим поздравляем. Иван Андреевич, расскажите конкретно об этой проблеме, ну и в целом, наверное, о работе центра. Ну, если говорить в целом о работе центра амбулаторной и онкологической помощи, наша Одинцовская областная больница, которая находится на Маршево-Березово-Дом-3, он на себя аккумулирует весь наш район. Плюс к нам по приказу Минздрава по маршрутизации прикреплен Краснознамецк. Мы обслуживаем Одинцовский район и Краснознамецк, и все пациенты, которые с онконосторожностью, их врачи первичных кабинетов, терапевты, урологи, травматологи и так далее, направляют уже с онконосторожностью к нам в центр онкологической помощи. Там пациент приходит, он проходит все дополнительные обследования, и если пациент, так сказать, верифицированно подтверждено, что это онкологическое заболевание, он дальше уже маршрутизируется к нам в стационар, где у нас есть отделение и онкохирургии, отделение химиотерапии, где им оказывается вся помощь в этом плане. Что касается сегодняшней проблемы, которую мы здесь решили осветить, это немножечко другой путь. И Центр облаторно-онкологической помощи немножко в этом плане получается лишнее звено. И вот скоро будет подписан приказ Минздрава Московской области, он уже написан, сформирован. О порядках оказания как раз по стоматологическому профилю, как будет план действий. Во-первых, будет знать прекрасно доктора, как действовать, что делать с пациентом, куда его дальше направить, и дальше он будет переходить уже по ступеням. Это очень важная такая история, потому что на данный момент нет четкого понимания ни у докторов, ни у пациентов, когда они что-то у них заподозрили, никто не знает, как дальше действовать. И многие, получается, брошены люди. У нас есть определенные цифры, во-первых, есть структура заболеваемости определенная, там все локализации выстроены. Так вот, хотелось бы отметить, что по структуре заболеваемости в Московской области заболевание ротоглотки находится на 19 месте, заболевание языка на 21 месте, заболевание губы находится на 29 месте. Казалось бы, что это не самая распространенная локализация рака, но если проводить точку зрения с уровня распространенности на 100 тысяч населения, то по распространенности цифра 35,7 на 100 тысяч населения в Московской области по заболеванию ротовой полости – это очень большая цифра. И хотелось бы еще отметить, что если сравнивать, мы пока можем сравнить только первое полугодие 2020 года и первое полугодие 2021 года, мы отмечаем подъем заболеваемости. Вот по нозологии ротовой полости колоссальный подъем достаточно, в принципе, там идет небольшой процент, но если это говорить в общем, по Российской Федерации, по Москве, то цифры набегают. Это первое. И, к сожалению, мы видим, среднее – это 24% в среднем, это запущенные стадии данной локализации. Запущенные стадии, 24% – это достаточно большая цифра, учитывая, что мы знаем, чем раньше мы выявили данную проблему, тем лучше, до 80% у нас рак излечим при ранних стадиях. В том мере, когда мы знаем, что чем позже стадия заболевания, тем лечение проходит более сложно и не всегда удачно, к сожалению. Поэтому мы сегодня здесь собрались с коллегами. Благодаря вам мы вот эту проблему освещаем, чтобы пациенты прекрасно понимали, что это очень важная история. Чем раньше они обратятся к докторам, и чем раньше они увидят свою проблему, тем лучше мы сможем им помочь и максимально их вылечить. Потому что онкология – это хроническое заболевание, которое, в принципе, требует наблюдения и лечения всю жизнь. Но если мы это рано схватили, то и шансы лучше. Малкана Абдурашидовна, насколько важно подписание этого приказа? Это чрезвычайно важно. Это приказ, которого мы ждем очень давно. И он нам нужен еще вчера. Потому что, смотрите, это статистика удручающая по Московской области, которую прекрасно нам сейчас озвучили. В среднем ежегодно в России заболевает 12 тысяч пациентов. Диагностируется 12 тысяч с раком слизистой оболочки полости рта только. Из них 40% выявляется на поздних стадиях. Это очень грустные цифры. Если учесть, что из этих 40% порядка 70% – это поздние. Третья-четвертая степень. Когда справиться с этим заболеванием достаточно сложно. Стоматологи, если говорить языком сводок, то они на переднем плане, что называется, и должны первыми выявлять. Иногда бывают случаи, когда стоматологи выявляют только отдаленный результат проявления в полости рта. Сам очаг расположен в другой части тела. И таким образом и онкология легких выявляется, и желудочно-кишечного тракта. Но стоматологи, поскольку в полости рта отражается весь внутренний мир, так сказать, то стоматологи на первом плане при выявлении ранних признаков онкологических заболеваний. И, безусловно, этому нужно сейчас уделить больше внимания. В этом плане мы очень хорошо взаимодействуем у себя в манеке между собой стоматологи и онкологи. И сейчас очень хорошо поставлена работа так, что мы после верификации можем тут же в течение одного дня, собственно говоря, пристроить пациента уже в надежные и правильные руки. То есть мы с подтвержденным диагнозом тут же направляем пациента к онкологам. А онкологи распределяют либо на лечение, либо на хирургическое лечение. В пределах одного института такая возможность имеется. Помимо этого мы очень хорошо взаимодействуем с областной стоматологической поликлиникой. И у нас в этом плане по направлению пациентов. Ну, поскольку у нас морфология у себя в институте, то большая часть пациентов идет из областной поликлиники. И из области напрямую может идти к нам для биопсии, для уточнения диагноза. Ну, как-то вот очень радует то, что эта работа значительно оживилась. И радует то, что этот приказ вот появится, и мы будем иметь возможность уже точно знать маршрут, как направлять пациентов. Потому что на самом деле жалко пациентов, которые, ну, может быть, они не брошены, но они предоставлены сами себе. Можете себе представить пациента, ошарашенного диагнозом, который не знает, куда ему дальше идти, к кому обращаться. Конечно, эта маршрутация очень важна. Как она будет выстраиваться? Вот я, наверное, добавлю в некоторые детали. Я скажу так, что вы понимаете, что сейчас, вот мы встречались с вами на этой же программе несколько лет назад, и там была у нас отдельная проблема цитологии, гистологии, это была проблема, которая решалась, но решалась намного дольше. Сейчас нам предоставлена возможность в нашей Денцовской областной больнице, ну, благодаря, в общем, хорошему нашему руководству, я скажу честно, Андрею Васильевичу лично, почему? Потому что сейчас мы работаем с теми компаниями, которые мы гистологию получаем в течение 5-7 дней. Причём всё работает в онлайн-режиме, мы можем сразу получить на компьютер ответ. Это значительно ускоряет как гистологию, так и цитологию. Мы получили достаточно, Одинцовская областная больница получила достаточное количество оборудования, которое помогает нам диагностировать эндоскопическую технику, УФО-диагностика, УЗИ, новые аппараты УЗИ, которые позволяют более точно диагностировать аппараты УЗИ с хорошим разрешением. И это помогает нам делать хорошие функционные биопсии, хорошие эти, как будет выстраиваться картина. Картина, я думаю, что центром всей нашей маршрутизации должна стать областная стоматологическая париклиника. Малкан Бурашидовна возглавляет отделение, которое сейчас в Маньяках создано, отделение сложных методов лечения. И я думаю, что там часть, наверное, и на вас возложатся именно диагностики. Ведь очень важный момент, чтобы стоматологи не стеснялись, если они увидели любые изменения в полости рта, начиная там лейкоплаки, красные плоские лишаи, какие-то хронические язвы, хронические трещины. Если нет возможности провести цитологическое исследование, направить либо к нам, либо напрямую направить в Московскую областную стоматологическую полиглинику. Все стоматологи нашего округа знают, куда это направлять. Наше отделение, к сожалению, ну не к сожалению, а к счастью, замкнуто у нас очень много районов, но мы один зубовый приоритет, потому что всё-таки мы свои, родные. У нас 8 районов, у нас замыка за Московской области, мы помогаем всем как можем, потому что не везде, к сожалению, такая хорошая гистологическая картина, гистологическая лаборатория по исследованию выстроена. Многие районы, скажем, не будем, ну страдают этим. Это, конечно, потому что взять пункцию и ждать месяц-полтора, теряется актуальность и упускается момент. Ведь онкология, главное начать, мы вот все троём говорим об одном и том же, больной, любой человек должен, любое подождение лучше перестраховаться, прийти раньше, прийти в первичное звено, не надо куда-то там стремиться, просто прийти к стоматологу. Стоматологи, внести, достаточно все грамотные и способные, во всем лучшее, если они не знают как, они знают куда отправить. Вот прямо такая маршрутизация. Потому что у нас стало лучше, я скажу, что действительно стало лучше, если мы говорили там, что это эндоскопическая, то теперь у нас есть, и не один эндоскоп, несколько эндоскопов есть. Есть оборудование, доступно все методы исследования, но тем не менее… Это всё по системе ОМС. Это очень момент такой, не надо никому ничего, никуда платить. Но это главный момент для жителей Одинцовского округа, что есть возможность никуда не ездить далеко, обратиться здесь, диагностика бесплатна. Да и лечение всё бесплатно тоже. Лечение бесплатно, диагностика бесплатна, самое главное – прийти. Да, самое главное – не затягивать. То есть не выжидать время. А пройдёт, а я пополощу. А как быть с теми пациентами, которые патологически боятся стоматологов? Это сложная проблема, вы знаете. Но ведь они есть. Нет, и большинство, ведь понимаете, к сожалению, это, как правило, это пациенты старшего поколения. Почему? Потому что сейчас в стоматологии достаточно эффективные методы обезболивания. Их достаточно. И молодёжь в основном-то уже проходит на себе, ведь всё зависит от опыта. А когда, ну, несколько, 23 лет назад, обезболивание малоэффективное, и когда под крикаином, так условно назовём, лечили или удаляли зубы, это было, и сейчас боятся до сих пор. Но надо понять одно, что бояться – это плохо, но бояться надо не того. Бояться, что онкология, она сейчас лечится вся. А вот если мы поздно диагностируем, лечится очень долго и очень проблемно. И может привести к инвалидизации. Ну, к смерти сейчас сложно говорить, что при онкологии там бывает, когда запущенная совсем, но, во-первых, сейчас лечится на очень, ну, скажем так, на любой стадии можно продлить, значительно продлить жизнь больного. Скажем так, правильно? Как вы считаете, почему вот цифры растут вверх? Вот с чем связано увеличение количества онкологических заболеваний именно в этой области? С ранней диагностикой? Или всё-таки просто болезнь так динамично развивается? Вот с чем вы именно анализировали этот вопрос? И буквально вот перед тем, как с вами здесь есть, мы этот вопрос обсуждали и у себя в институте. Дело в том, что достаточно низкая онкологическая настороженность у врачей. Это первый пункт. Это позднее обращение пациентов. Это второй пункт. Это низкая санитарная просветительская работа среди населения. Это тоже важный пункт. И мы в этом плане, что со своей стороны могли бы в плане улучшения, вернее уже сделали ещё три года назад, мы уже разработали трёхдневный семинар по онконосторожности и онкоскринингу для врачей-стоматологов. И у нас этот семинар постоянно действующий. Для многих врачей-стоматологов Московской области определённой группы он бесплатный. Для всех других он платный, там минимальная плата. В ходе этого семинара мы проводим мастер-класс по онкоскринингу с использованием современных методов диагностики. Они хотя бы позволяют, так сказать, заострить внимание врача и пациента на том, что есть патологический очаг. И у себя здесь же мы можем провести биопсию таких пациентов. Мы проводим курс лекционный и дальше врачи должны протестироваться и получить документ удостоверения о том, что они прошли этот цикл и получили необходимые знания для того, чтобы не пропустить таких пациентов. Потому что ведь ряд заболеваний и общее состояние пациентов сейчас таково, что может быть клиника очень смазанной и очень часто случаются ситуации, когда пациент приходит с каким-либо патологическим очагом, но его трудно сразу отдиагностировать и сразу заподозрить онкологическое заболевание. Это может быть хронический парадонтит, это могут быть хронические язвы, афты, от острых краев зубов, от старых коронок. И в этом плане работа ведется. Хотелось бы еще дополнить, вот по поводу мушартизации вы спросили, я краем глаза видел этот приказ, поэтому в принципе понимание есть, как это будет происходить. Владимир Иванович еще четко, правильно сказал, что сначала стоматологи первичных кабинетов будут обследовать пациентов, притом есть такой способ, как аутофлюресцентная диагностика полусти рта, которая в принципе тоже является помощником для стоматологов, чтобы определить слизистую, есть ли какое-то подозрение или нет. Если они видят визуально либо при помощи этой диагностики, либо какое-то просто подозрение, они уже этого пациента мушартизируют, направляют в Московскую областную стоматологическую поликлинику, как раз про что говорили Владимир Иванович. То есть врачи знают, что делать дальше. Там уже доктора проводят более глубокую диагностику. Если нужно, берут цистологию либо гистологию. Если пациент, у него произошла верификация этого образования, оно, допустим, доброкачественное, то пациент обратно возвращается в поликлинику по месту жительства, и уже через полгода ему будет порекомендовано вернуться к стоматологу, чтобы пройти контрольный осмотр, посмотреть, что происходит дальше. Если у пациента уже верифицировано злокачественное образование, то он уже будет дальше мушартизироваться в МОНИКе. Там как раз создан уже этот кабинет. Может быть, там еще будет дополнительно созданы еще несколько кабинетов, потому что поток будет увеличен. И там уже будут этим пациентом заниматься уже с онканасторожностью, с такой более глобальной, и уже лечить этого пациента. Это так называемый будет зеленый коридор. Как раз, чтобы пациент не проходил все эти ненужные круги, да, и он будет сразу мушартизирован. Не записывал, не приходил к ОМИКу сначала, к врачу, В этом смысле, очень большую работу как раз провел Минздрав Московской области совместно с главным внештатным специалистом стоматологии. Они совместно этот приказ разрабатывали, поэтому это очень большое дело. Но там очень много тоже докторов, коллег были подключены но в этом плане им большое спасибо, что они пытаются улучшить не только для врачей, как бы, как нам работать, потому что это время сокращается, доктора могут больше людей через себя пропустить, и когда доктора знают, они более смелые, и будут обращать именно внимание на то, что есть, не умолчивать, ничего, и пациентам будет прекрасно понимать, как им действовать, они смогут ну, как бы, говорить вот, даже сами придут, скажут, у меня, допустим, там, да, три недели не заживает какая-то язва, да, которую мне назначили лечение стоматолог, там, или стоматит, тот же, если мы же должны еще с вами тут обговорить важные моменты для пациентов, которые должны прекрасно понимать, у нас, к сожалению, люди не образованы в этом плане, совершенно не знают, на что обращать внимание и что делать, не знают факторы риска, факторы риска это у нас курение, да, тем более, сейчас у нас как раз эта локализация очень сильно помолодела, в плане, пациенты стали молодыми, почему? Появились эти вейпы всякие, кальяны, вроде, сначала онкологи обрадовались, что меньше будут курить, но тут получается, что это еще и химический такой момент оказался, который тоже воздействует на полость рта и воздействует вот как раз именно в таком ключе, что это является как раз серьезным фактором риска. Какие-то хронические все время повреждения, знаете, бывают люди, которые все время там накусывают язык, они это делают эмоционально, специально, вот им тоже нужно на это обратить внимание, потому что вот эта хроническая рана, которую они все время накусывают, он превращается в рубец, потом они уже это место не чувствуют, продолжают как бы этим вопросом заниматься лично с собой, да, есть такие люди, мы не должны их откидывать, им тоже нужно обратиться. Потом, почему еще молодеет, в 40% фактором возникновения как бы нашей истории злокачественной в полости рта это вирус попелом человека, который, к сожалению, вызывает не во всех случаях, но это происходит, передается он очень прост, поэтому тут нужно, чтобы не только доктора в свою смысле работали, ну и пациенты проявляли внимание к своему здоровью, нужно проводить онколикбеза, мы, кстати, начали это делать, это все благодаря тоже вам, СМИ нам очень сильно помогают в этом плане, проходит онколикбеза, все это записывается, пациенты, люди, не только пациенты, люди, которые это все увидят, они задумываются и, может быть, пойдут в полиэнт, клинику, и дай Бог, мы это вот насчет этого надеемся. Продолжаю вашу тему, Мария, не надо бояться, да, не надо бояться, не надо бояться, сейчас эпидемия ковид, конечно, она сказывается, и многим боятся идти в общественные места, но при соблюдении определенных, правильных санэпидемий, но не надо бояться этого, потому что лучше это ковид, это плохо, вопросов нет, но ведь если есть какая-то язва какая-то, все остальные заболевания с ковидом, никто не отменял, поэтому не случайно ведь все продолжают работать, онкология не закрывалась, даже самые тяжелые онкологические отделения работали постоянно, поэтому ну, надо ходить, надо соблюдать, ходить в масках, берите себя, но идти к стоматологу, идти просто к стоматологу, есть какие-то проблемы, не ждать, что там вдруг что-то там, а вдруг оно пройдет, вдруг не бывает, вдруг бывает плохо, это может быть, тогда будет плохо, тогда будет поздно. Будем ждать подписания приказа? Конечно. И старта новой компании. Главное, чтобы люди к этому повернулись лицом и понимали, что любое изменение полосерта, дискомфорт полосерта, это нехорошо. Это может быть как правильное полосерта, так и всего живущего крышечного тракта, всего организма. Просто подойти к доктору, хотя бы, к стоматологу лучший вариант, хотя бы к участковому терапевту спросить, у меня что-то не так. Я думаю, это будет хорошо. Что бы вы пожелали в завершении нашей программы всем телезрителям? Ну, хотелось бы пожелать, чтобы все люди, конечно, берегли друг друга, проходили вовремя все нужные обследования. Для нас это самое важное, на самом деле, чтобы они обучались этому вопросу, как я уже ранее сказал, потому что мы нужны в первую очередь только самому себе. Если человек сам не настроен на то, чтобы за собой следить, мы же привыкли, мы ездим с вами на машине, мы делаем регулярно техобслуживание. И что-то там меняют, что-то делают. Надо, чтобы люди к себе относились именно так же, как к своим каким-то бытовым вещам. Они тоже требуют регулярного осмотра. Притом, все это уже давно прописано, есть все, можно открыть любой сайт, либо Минздрав Московской области, либо Минздрав Российской Федерации, и на сайтах многих больницах. Сейчас это все транслируется и в Телеграммах, и в Инстаграммах. Все это есть. Есть специальные брошюры, которые разработаны. Там показано, в каком возрасте человек должен пройти ряд обследований. Мужчина должна пройти одно, женщина должна пройти другое. Надо просто открыть, посмотреть, и сделать. И все. Самое простое. И вот, хотелось бы пожелать, чтобы, учитывая вот эту эпидемиологическую обстановку, чтобы люди берегли себя и относились доброжелательнее ко всем окружающим. Потому что многие люди... Ну и, конечно, привиться надо всем. Это очень важно. Мы еще не достигли тех цифр, которые нужны. У нас нет иммунитета, как бы выработан всем нашим населением. Надо этого добиться, к этому прийти, и тогда болезней будет меньше. Я бы очень коротко оптимизма, здоровья и внимательного отношения к себе и врачам, и пациентам. В первую очередь все-таки инициатива должна происходить от пациентов. Они должны к нам прийти. Наша задача проявить знания, терпение и, конечно, в первую очередь всем нам здоровья. Владимир Иванович. Ну, я думаю, чтобы все любили друг друга. Я подержу Андреевичу, что не надо появиться на вакцину. Я вакцинировался. Я не буду вредить там кто-то. У меня вся семья вакцинировалась. И все живы, здоровы, слава Богу. Я думаю, всем желаю, чтобы мы были живы и здоровы. Вакцинируемся, ковида не боимся. Не надо бояться. Приходим вовремя на диспансеризацию, обращаемся за помощью к специалистам при малейшее отклонении от нормы в своем здоровье. И тогда все будет хорошо. Тогда любые болезни будут по плечу. Конечно. Поможем врачам? Да, и нам будет намного легче. Спасибо вам за интересную беседу. Будем с нетерпением ждать того, как будут развиваться события. Спасибо вам. Спасибо. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова